Летом этого года, по-моему, в июле мы с вами обсуждали ситуацию экологическую, которая сложилась в Усолье-Сибирском, Иркутской области, где из накопленных, причём накопленных десятилетиями ещё с советского времени отходов химического производства сложилась очень опасная ситуация и большая угроза природе, и, что самое главное, людям, здоровью десятков тысяч жителей. Причём не только самого города, но и прилегающих территорий, прилегающих населённых пунктов. Масштаб проблемы потребовал оперативного подключения и федеральных органов власти. По итогам совещания мы тогда с вами приняли ряд решений, как неотложного, так и системного, долгосрочного характера. Прежде всего, должны были быть реализованы меры, связанные с обезвреживанием опасных объектов и защитой людей. Обеспечением бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранением занятости для работающих здесь, на этой территории, предпринимателей, ну и просто работников, граждан, которые проживают там. Затем, как мы и договаривались, необходимо будет провести плотную работу, такую серьёзную работу по слаженную, по ликвидации опасных объектов, качественную очистку необходимую, рекультивацию загрязнённых земель и водных источников. И, что принципиально важно, сформировать условия для устойчивого, долгосрочного социально-экономического развития города Уссулия-Сибирского. Для реализации всех этих задач создана межведомственная рабочая группа во главе с Викторией Валерьевной Абрамченко. Мобилизованы силы и ресурсы Минобороны, МЧС, привлечена и Росгвардия для охраны объектов. Утяжнена дорожная карта по обезвреживанию опасных химикатов, аварийных объектов хранения. Были предусмотрены в бюджете необходимые денежные средства, ресурсы. Ключевая роль в ликвидации всего накопленного вреда возложена на Росатом. Вот здесь, поэтому мне присутствует вместе со мной в кабинете руководитель Росатома. Росатом, который с учётом его опыта и уникальной компетенции получил полномочия единственного поставщика по всем работам в Уссулии-Сибирском. Мы с вами сегодня и встречаемся в таком формате, именно потому что я нахожусь вместе с коллегами на одном из объектов, одном из важнейших и крупнейших объектов Росатома. Хотел бы повторить, мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории в Уссулии-Сибирском, точнее, объекта в Уссулии-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации Росатом создание современного экологического производства промышленного комплекса, производственного промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе. В целом, это должно придать развитию Уссулии-Сибирского нового, такого серьёзного импульса. Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем. И намерен и сам это то же самое делать, потому что ситуация, она неординарная. Мне практически каждый из вас по своей линии докладывал, что там происходит. Это очень серьёзная ситуация. И просто так нельзя к этому проекту относиться как к какому-то обычному, текущему делу, к текущей работе. Хотел бы сегодня услышать от вас, как идёт работа на данный момент времени, а также, какие дополнительные меры, вы считаете, нужно предпринять для того, чтобы все задачи, которые мне присутствуют, были решены. Пожалуйста, давайте начнём. Позволите начать? Виктория Валерьевна, пожалуйста, слушаю вас. Уважаемый Владимир Владимирович, в июле вы поставили задачу правительству организовать работу по ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке города Уссули-Сибирская. Мы работу организовали в штабном режиме и рассматривали ход исполнения как ликвидационных, так и всех остальных необходимых работ в еженедельном формате. Я доложу о проделанной за три с половиной месяца работе. Перед нами было поставлено несколько задач. Во-первых, нужно было обеспечить безопасность людей, как жителей города, так и ликвидаторов. В том числе нам нужно было предусмотреть необходимые медицинские осмотры, закупить СИЗы. Нужно было выполнить комплекс неотложных мер 2020 года, разработать и утвердить дорожную карту системными мерами, то, как вы нам поручили, до декабря 2024 года. В этой дорожной карте и проектирование, и все остальные рекультивационные мероприятия, необходимые для приведения этой площадки в порядок. Нужно было определить единственного исполнителя, выделить необходимое финансирование, поддержать предпринимателей, которые работают на этой промплощадке, проработать вопросы модернизации системы водоснабжения и канализации города, подготовить предложения по изменению действующего законодательства, чтобы не допускать новых заброшенных промплощадок с накопленным бредом. Ключевой задачей 2020 года было разобраться с наиболее опасными объектами. Это аварийные ЖД-цистерны с опасными химическими веществами. Цех ртутного электролиза, скважины рассола промысла, одна из них за моей спиной. Как раз там стоит оборудование для того, чтобы заниматься реконструкцией этой скважины и ликвидировать все опасные вещества в ней. Это также нефтяная линза, которая находится прямо на берегу ангары. По вашему поручению, правительство в октябре утвердило дорожную карту с теми самыми необходимыми системными мерами до декабря 2024 года. Средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год выделены в полном объеме. Часть средств – это резервный фонд правительства Российской Федерации, а остальное – это бюджет национального проекта «Экология». Единственным исполнителем, как вы уже отметили, всех работ на этой промышленной площадке определено унитарное предприятие «Росатома». Это федеральный экологический оператор. Для выполнения неотложных мер были привлечены необходимые силы Министерства обороны и МЧС. Все запланированные на 2020 год работы будут выполнены, мы идем с опережением графика. Так, в частности, уже завершены два наиболее важных мероприятия. Полностью перезатарено 17 железнодорожных цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. Периметр площадки взят под охрану силами Росгвардии в круглосуточном режиме. Последние два месяца мы не фиксируем нарушение режима, хотя в начале работы Росгвардия ловила так называемых металлистов из числа местного населения. Владимир Владимирович, хочу отметить слаженную работу всех федеральных органов исполнительной власти, региона и муниципалитета, которые были задействованы в реализации неотложных мер. В первую очередь, я хочу поблагодарить коллег из Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям, и лично Сергея Кужугетовича, Евгения Николаевича. Коллеги сами занимались непосредственно этим вопросом и приложили немало сил. Коллеги, кроме того, обеспечили безопасность как сотрудников, которые непосредственно были заняты на этих работах, так и всего населения города Уссоль-Сибирска. Группировка войск Министерства обороны планирует 30 ноября покинуть площадку в связи с завершением самых опасных работ. Но коллеги готовы подключиться при необходимости и на следующих этапах их выполнения. Группировка регионального управления, МЧС и силы Росгвардии остаются на площадке. Медицинское сопровождение личного состава и жителей города обеспечено двумя учреждениями и одним предприятием, которые подведомственны ФМБА, Миноборнауки и Роспотребнадзора. Владимир Владимирович, я хочу подчеркнуть, на сегодняшний день угрозы жизни и здоровью людей нет. Но, как Вы правильно отметили, расслабляться нам рано, и мы все работы, которые необходимо выполнить на этой площадке, будем держать под личным контролем. Большая работа проведена по наведению порядка в имущественных отношениях на данной площадке. Мы проинвентаризировали все земельные участки и все объекты капитального строительства. Провели работу с каждым собственником, а в двух делах о банкротстве еще и с арбитражными управляющими. Выделили две группы объектов. Первая – это объекты, которые утратили признаки недвижимости. Они находятся в разрушенном состоянии и мешают ликвидационным мероприятиям. По ним муниципалитетам уже подготовлен план демонтажа вместе с собственниками таких объектов. Вторая группа – это объекты неразрушенные, неопасные, которые могут эксплуатироваться далее. Для собственников таких объектов, которые занимаются предпринимательской деятельностью на этой площадке, их 18, правительством подготовлены правила поддержки. Эти правила позволят Министерству экономического развития выделить необходимые средства в объеме около 50 миллионов рублей на модернизацию инфраструктуры и снижение издержек, которые связаны с безопасным ведением предпринимательской деятельности. В рамках реализации мероприятий по передаче в собственность Иркутской области объектов недвижимого имущества, которые расположены на этой площадке, в собственность региона и с федеральной собственности уже передано 11 земельных участков и 40 объектов капитального строительства. В муниципальную собственность в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве и соответствующими судебными решениями передано 214 объектов капитального строительства и 13 земельных участков, которые ранее находились в собственности Усоль и Химпром. Под контроль взят вопрос качества, подаваемой населению воды. Роспотребнадзор проводит необходимые замеры регулярно. Коллеги не выявляют никаких превышений. Выполнено еще одно ваше поручение, Владимир Владимирович. Мы подготовили предложение по внесению изменений в законодательство. Рассмотрели в правительстве концепцию таких изменений. Из чего мы исходили? Мы исходили из необходимости закрыть лазейку для собственников предприятий, чтобы они не бросали такие промышленные площадки, на которых имеется накопленный вред окружающей среде. Сейчас ведомство завершает подготовку соответствующего законопроекта, и до конца года он будет внесен в правительство. Что предусматривается в этом законодательном акте? Первое. Мы предусматриваем, что без заключения Росприроднадзора эти объекты нельзя исключать из реестра опасных объектов. Если имеется накопленный вред окружающей среде. Второе. Эти объекты нельзя делить, если они учтены как единственный недвижимый комплекс. Нельзя делить на отдельные здания, на отдельные сооружения, на кучу, на огромное количество маленьких земельных участков. Мы с этим столкнулись на площадке Уссули-Сибирского. И последнее. В отношении собственников нужно устанавливать финансовую ответственность для ликвидации накопленного вреда. Даже если такие собственники, мы с этим тоже сталкивались на этой площадке, не являются причиной накопления такого вреда окружающей среде. Более подробно о всех мероприятиях, которые выполнены на площадке, доложит Алексей Евгеньевич Лихачев. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Виктория Валерьевна. Алексей Евгеньевич, пожалуйста. Да, просто Владимир Владимирович, если можно, попросить Вас взять презентацию, чтобы наглядно увидеть подделанную работу. Как и докладывала Виктория Валерьевна, мы исходим из двух главных задач. Они, собственно, сформулированы в Вашем поручении. Это ликвидация, собственно, экологического наследия. В нашей оценке это одна из самых опасных и объемных точек на территории бывшего Советского Союза. И второй аспект – это аспект развития города. В обоих направлениях есть и переочередные задачи, которые нужно решить до конца года, и задачи, которые придется делать в долгосрочной перспективе. Вы видите наши задания, которые нам выдали на ближайшие полтора года правительство и Межведовственная рабочая группа, мы действительно идем досрочно и по аварийным емкостям, и по цепортутному электролизу, что самое важное. До конца зимы успеваем сделать все необходимые мероприятия по нейтрализации нефтяной линии. Владимир Владимирович, на следующих фотографиях видно, как, собственно, организована работа, в состоянии до и после здесь по аварийным емкостям. Надо отметить, что Минобороны, конечно же, проделала огромную работу, и мы избежали выброса вредных веществ какого-то ни было, хотя угрозой были сотнях тысяч тонн вредных продуктов, вредных опасных веществ. Делались водные завесы, более 350 водных завес было сделано в ходе работы со скважинами, с емкостями. Несколько десятков мероприятий по пылеудержанию во время ликвидации цеха ртутного электролиза. В общем, объединенная команда Минобороны, в первую очередь войска химзащиты, делали все, чтобы максимально безопасно и быстро были проведены все мероприятия. Поэтому, собственно, по всем четырем направлениям внеочередным, в данном случае вы видите, как ликвидированная часть цеха, которая является главным источником заражения ртутью, вот как выглядели скважины до начала работы, как они выглядят сейчас, под полным контролем. Мы сделали две самых опасных. Надо подчеркнуть, что в них более 18 тысяч тонн вредных веществ содержатся, и они находились буквально в 300 метрах от городской черты. Сейчас уже переходим к другим, тем скважинам, которые были у нас запланированы на следующий год. Ну и нефтяная линза тоже вот в счетных метрах от Ангары, с соответствующими рисками. Мы сделали специальную противофильтрационную завесу вдоль берега. Надеемся, что эта защита выдержит паводковые все события, и уже приступим в будущем году к ее ликвидации. Надо сказать, что мы здесь используем шпунты, в том числе и из нашего углеволокна. В общем, апробированные технологии, которые мы применяем на атомных станциях, с учетом новых материалов, новых подходов, позволяют нам двигаться тоже достаточно быстрыми темпами. Это что касательно первоочередных работ. Владимир Владимирович, на следующем слайде работы, скажем, до 2024 года. Мы вынимаем их состав. У нас есть договоренности с правительством по финансированию за счет проекта, проекта, национального проекта «Экология». Общий объем работ где-то 48,5, примерно, миллиардов рублей на период с 2021 по 2024 годы. Конечно же, ключевым элементом всей этой работы является разработка проектной документации и создание экотехнопарков. Ваня, в качестве наступительном слове. Очень важно, что это крайне современное технологическое решение, позволяющее работать и со всем наследием накопленным на площадке Уссолья-Сибирского и с теми вредными веществами, которые будут образовываться, скажем, на промышленных предприятиях Иркутской области в ближайшие годы. Очень важно подчеркнуть, что технологии отжигания здесь не будет, поэтому ни выброса СО2, ни термического воздействия на крупную сибирскую природу оказывать комплекс не будет. И мы рассчитываем, что где-то около 2-2,5 тысяч на периоде создания и около тысячи человек на период работы уже будет создано дополнительных рабочих мест. Ваня Иванович, хотел бы особо отметить Ваше поручение в работе с населением по информированию, потому что, конечно, тревога у населения была большая. Во-первых, создана общественная приемная, работа на регулярной основе, созданы электронные носители, информирующие в ежедневном обновлении о прохождении работ и создан вместе с руководством Иркутской области, очень важно здесь подчеркнуть роль области, роль региона, общественный совет. В него вошли представители общественных организаций, экологи. Он работает под кураторством Общественной палаты Российской Федерации и последнее заседание совета буквально прошло на этой неделе. Очень высокий интерес у общественности, у населения к проведению работы, но, мне кажется, все-таки мы максимально открыто действуем, и такая тревога сменяется пониманием того, что эта задача будет решена. Но можно сказать, что только за последний месяц на наших электронных носителях было около 800 тысяч просмотров. Ну и задача развития. Действительно, город достойен серьезной программы развития. Город имеет традиции и промышленного производства в том числе. На сегодняшний день сформирована управленческая команда под руководством мэра. Он присутствует. Максим Викторович в нашей конференции. Мы отправили команду на обучение на соответствующую кафедру в МИФИ. И сейчас работаем над актуализацией стратегии города. И начали реализовывать все проекты, которые мы проводим в наших атомных городах. Вот все наши проекты, связанные с обучением, связанные с общественной жизнью, с традициями, с работой с ветераном, все их начинаем реализовывать на территории Литерии Тибирского. Понимаем, что это лишь начало, и вся работа впереди. Но главная задача – подтянуть все показатели, которые есть сегодня у города, к средним показателям городов Росатома. Таким образом, у нас к 25 нашим городам присутствия, добавился еще 26-й, Солисибирская. И сделаем все, чтобы действительно в ближайшие годы превратить его не только в один из экологических центров Российской Федерации, но и город, динамично развивающийся, вовлеченный в наши производственные программы. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, территория Усолья-Химпром взята под охрану Росгвардии, восстановлено ограждение по всему периметру, ограничен доступ посторонних лиц. Приведя инвентаризацию хозяйствующих субъектов, произведен ремонт служебного помещения, где размещены соответствующие контрольно-надзорные службы и созданы все условия для их работы. В соответствии с вашим поручением, вся территория Усолья-Химпром, площадью более 600 гектаров, включена в государственный реестр объектов, накопленного в ряда окружающей среде, что позволяет профинансировать все мероприятия. Приведенный анализ именно инженерных сетей и коммуникаций показал приоритетность задач, которые позволят исключить риски аварий на территории города. Износ сетей на сегодня составляет от 75 до 90%. В числе первоочередных задач это ремонт водовода, это произойдет весной 2021 года. После актуализации городской схемы водоснабжения и водоотведения планируется модернизировать всю систему водоснабжения и канализации самого города. В рамках совместной работы с правительством Российской Федерации мы прорабатываем вопросы социально-экономического развития, в том числе строительство социально значимых объектов и газификация района. Мы видим перспективы создания новых производств и рабочих мест. Приоритеты это лесовосстановление, создание лесопитомников, хвойных пород. При вашей поддержке, Владимир Владимирович, мы также готовы рассмотреть открытие фармпроизводства компании «Фармосинтез», которая еще большой мощности именно на территории Уссули-Сибирского. Мы сегодня проговорили эти вопросы с руководством Минпромторга, они нас также поддерживают. Также, Владимир Владимирович, докладываю по выполнению вашего поручения по итогам совещания 30 июля. Правительством Иркутской области приняты все необходимые решения по передаче земельных участков и другого недвижимого имущества, расположенного на территории Уссули-Сибирского. Пользуясь случаем, также хочу сказать слова благодарности Министерству обороны, МЧС, Росгвардии, подразделениям Росатома, а также правительству Российской Федерации за выполнение и координацию всех первоочередных задач в ходе вот этой ликвидации. Владимир Владимирович, доклад по основному вопросу закончил. Есть проблемы, связанные с темой сегодняшнего совещания, она не касается, но имеющие важное значение для социально-экономического развития и самого региона. Решите доложить отдельно в определенное вами время. Спасибо за внимание. Хорошо, я вам позвоню, мы с вами переговорим и решим, как это сделать. Максим Викторович, как вы оцениваете то, что в последнее время происходит? И самое главное, наверняка вы с людьми общаетесь, как люди это оценивают, как жители города оценивают? Уважаемый Владимир Владимирович, выражение «экологический кризис» у сольчане знают не понаслышке. Опасные ситуации, выбросы вредных веществ на промплощадке бывшего градообразующего предприятия всходили на протяжении многих лет на наших глазах. Сложные экологические условия в течение десятилетий отражались не только на окружающей среде, но и на здоровье населения. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Каждый день мы видим, как меняется территория у солья химпрома, как она становится более безопаснее для жителей нашего города. Важно, что у сольчане понимают, что власть их слышит. Все, что делается на территории промзоны, ежедневно доводится до населения через средства массовой информации. Официальные группы в соцсетях, экологический совет Иркутской области, в который входят почетные граждане города, заслуженные работники химической промышленности региона. Такой подход позволяет жителям области и города понять и вникнуть в идеологию в целом национального проекта. Безусловно, прекращение деятельности городообразующего предприятия оказало существенное негативное влияние на социально-экономическое положение города. Десятилетиями у нас практически ничего не строилось. Без крупных государственных и частных инвестиций кардинально переломить ситуацию будет нереально. Городу нужны новые детские сады, школы, модернизация коммунальной инфраструктуры. У Соли-Сибирска его жители пережили времена упадка и сегодня надеются на самом деле обрести новый импульс в развитии города благодаря крупному инвестору. Возможно, даже из химической отрасли. Как говорят сейчас мои земляки, Владимир Владимирович, если в небольшом городе со славным прошлым вновь появится городообразующее предприятие, то у нас все еще впереди. При этом отмечу, что уровень социального оптимизма у жителей Уссули-Сибирска достаточно высок. И он будет расти по мере того, как в городе станут заметны социально-экономические изменения, связанные с повышением качества дорог, городских коммуникаций, строительством социальных объектов. Сегодня мы говорим о том, что в 2020 году проделана большая работа в части решения первоочередных экологических проблем. За этот период администрации города совместно с федеральным центром удалось выстроить открытый и конструктивный диалог в рамках работы по ликвидации опасных объектов. Это позволило нам рассмотреть проблемы муниципалитета под разными углами, найти новые пути решения в вопросах охраны окружающей среды и навести планы на дальнейшее развитие города. Уважаемый Владимир Владимирович, от всех жителей города Уссули-Сибирска хочу поблагодарить вас лично и всех, кто принимает участие в судьбе и возрождении нашего города. Спасибо большое за проделанную работу. Еще, конечно же, много предстоит сделать. Спасибо большое. Я сейчас скажу в завершении, что я по этому поводу думаю и на что рассчитываю. Хочу обратиться к другим участникам нашего совещания. Сергей Кужегинович, к вам и Евгений Николаевич, к вам. Есть ли у вас необходимость что-то добавить или как-то прокомментировать то, что сейчас было сказано коллегами? Пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. У нас что-либо давать невозможно. Работаем слаженно под руководством руководителя рабочей группы. Так что у нас вопросов нет. Если появятся какие-то дополнительные задачи, мы с своими задачами закончили в этом сезоне, во всяком случае. Сейчас в войсках бывают места постоянной дислокации. Я думаю, что весной, наверное, опять появится работа. Так что мы готовы. Спасибо. Сергей Евгений Николаевич. Нет, Ваня Ильич, вопросов нет. Работаем в соответствии с разработанной дорожной картой. Вопросов нет. Хорошо. Ладно, понял. Я в завершении хотел бы вот что сказать. Во-первых, хочу вас всех поблагодарить за проделанную работу. Прежде всего, Викторию Валерину за то, что она так активно занимается. За это взялась и организует соответствующим образом весь комплекс мероприятий. Действительно, за этот короткий период времени все подключились органы власти, всех уровней к этой работе были привлечены специалисты, учёные, экологи. И вот такая слаженная совместная работа действительно даёт определённые результаты. И в чём они заключаются? В том, что локализованы и ликвидированы самые опасные объекты. Это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемы. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы. Вот это, конечно, самое главное. Благодаря предпринятым шагам снята и прямая угроза для жизни и здоровья граждан, проживающих на этой территории. Надеюсь, что это так и есть. Я по всем документам, по докладам вижу, что это так. Но повторяю ещё раз то, что стало вначале. Здесь ни в коем случае нельзя расслабляться. Я посмотрел на картинки вот здесь. Заграждение, которое сейчас ставит Росатом, отсекает пятно от русла реки. Это совсем рядом уже. Ну, совсем рядом. Это очень серьёзная ситуация. Не допущено, во всяком случае, сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения города, что тоже очень важно. Я ещё раз хочу поблагодарить всех, кто работал, и Минобороны, и МЧС, и, конечно, специалистов Росатома. Здесь мы тоже уже об этом сказали. И хотел бы на этом сейчас, в завершении нашей сегодняшней встречи по этому вопросу, вот о чём сказать. Есть вопросы, которые, безусловно, надо и решать. Они носят масштабный характер. Это совершенно очевидно. Но я прошу и Викторию Валерьевну, и межведомственную рабочую группу держать эту ситуацию под постоянным контролем. Здесь нельзя ни в коем случае снижать темпов работы по решению экологических проблем. Нужно необходимо ввести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается. Что касается Росатома, то я прошу продолжить, конечно, комплексную реабилитацию территории, если нужно, с привлечением дополнительных сил и средств. Ну и вот то, что Вы здесь предложили, создание экотехнопарка, это, конечно, очень хорошая перспектива. Мэр города не случайно обратил на это внимание. Город требует дополнительного вложения сил, средств для того, чтобы создать условия для нормальной жизни, для обеспечения рабочими местами, люди этого ждут. И надеюсь, что опыт, компетенции Росатома вполне способны с применением Вашего опыта и Ваших компетенций. Можно решить эту задачу – наладить ритмичное использование, в том числе вторичного использования накопленных материалов для использования в различных промышленных отраслях. Я просто не сомневаюсь, что все эти меры позволят сформировать безопасную среду для комфортной жизни людей, которые проживают на этих территориях, создадут основу для опережающего социально-экономического развития города Уссулия-Сибирска. Именно об этом и сказал сейчас мэр Максим Викторович, который, безусловно, передаёт настроение жителей Уссулия-Сибирского. Я хочу всем вам пожелать реализации наших планов в обозначенные сроки. Если будут какие-то возникать непредвиденные вопросы, пожалуйста, сразу поднимайте их на уровне правительства. Разумеется, я со своей стороны подключусь в любую секунду, как это только потребуется. Всем спасибо и до следующего нашего совещания на эту тему. Всего хорошего.